Вести Карачаева, Черкесия В Черкесии состоялось торжественное открытие года педагога и наставников Карачаевой Черкесской Республики. В праздничном мероприятии принял участие глава Республики Рашид Тимрезов, который в торжественной обстановке присыл пятерым педагогам почетное звание за многолетний добросовестный труд в системе образования. От педагога и наставника, его профессиональных и человеческих качеств во многом зависит судьба и жизнь наших детей. Завтрашний день страны. Ведь именно такую задачу ставит перед нами президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, который в режиме видеоконференц-связи официально дал старт году педагога и наставника в образовательном центре в МАШУ. Год педагога и наставника – это признание значимости профессии педагога, его важности для формирования будущих поколений нашей страны. Это не только позволит повысить престиж благородной учительской профессии, но и позволит выявить самые яркие педагогические таланты, распространить на купленный опыт, поднять общий уровень педагогической культуры в нашей республике. Кавказ.РФ и общество с ограниченной ответственностью «Горные вершины» подписали договор купли-продажи акций управляющей компанией «Архыз» и акционерное соглашение на право управления горнолыжным курортом. Компанию победителя определили в ходе конкурсных процедур, которые прошли на площадке Минэкономразвития России. В очном формате участники конкурса представили свои обновленные предложения. Стартовые условия покупки курорта были улучшены более чем на 7 млрд. рублей. Акционерное общество «Партнерс Групп» предложило стоимость 19 млрд. рублей со сроком оплаты в 2030 году, а компания «Горные вершины» – 24 млрд. 200 млн. с тем же годом оплаты и таким образом выиграла конкурс. Следующим этапом после заключения договора станет оплата 25% акций плюс одна акция в размере 6 млрд. рублей. Процедура запланирована на период март-июнь в зависимости от получения покупателям необходимых одобрений согласия контролирующих органов. Оплата второго пакета акций пройдет в 2030 году. С учетом индексации сумма составит 23 млрд. Таким образом, общая покупная цена всех пакетов акций – 29 млрд. рублей. Глава Карачаева Черкесия Рашид Тимрезов провел встречу с ректором Северокавказского федерального университета Дмитрием Беспаловым. Главная тема встречи – выполнение государственной задачи по подготовке кадров и выполнение научно-исследовательских работ по заказу предприятий республики, учитывая, что сейчас СКФУ на Северном Кавказе – лидер по подготовке специалистов самого широкого профиля, а среднего профессионального – до аспирантуры. Итогом встречи стало подписание главы республики и ректором университета договора о партнерстве. Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве, развитии наших взаимоотношений. Я предлагаю провести, может быть, какие-то ваши мероприятия на территории Карачаева Черкесской республики, в Архызе, в Тиберде, в Донбай. У нас такой большой опыт есть. Мы договорились по линии Минпросвещения. В сентябре будем проводить всероссийский конкурс «Учители родных языков». Что-то мы могли бы и в этом направлении посмотреть. Мы видим достаточно большой интерес с их стороны к получению знаний. Значит, и на выпуске становиться высококвалифицированными специалистами. Самое главное – возвращение свой альмаматор в свою родную республику, быть нужным, полезным республике, вкладываться в развитие разных отраслей и в целом экономики. Глава республики Рашид Тимрезов вручил ключи от 13 новых школьных автобусов представителям учреждений образования, которые расположены в отдаленных населенных пунктах региона. И это не первая партия транспорта, которая поступила в наш регион благодаря участию республики в проекте «Единая Россия» и школьный автобус. С 2016 года Карачаева Черкесия обновила школьный автопарк на 200 машин. Это все было заявлено в предуберной программе политической партии «Единая Россия». Президент поддержал эти предложения. Мы сегодня видим, что вообще система образования за счет тех поручений, которые президент дал, и тех инициатив партии «Единая Россия», они значительно укрепляют и образовательную систему. Мы видим, что только за прошлый год мы 24 школы фактически построили. Там понятно, что капитально отремонтировали, но это абсолютно новые школы, новые условия для детей. Ну а для сельской местности, когда подвоз детей осуществляется за счет автобусов, это все должно быть комфортабельно и, самое главное, безопасно. Вопросы реализации социального контракта как действенной меры улучшения уровня жизни жителей республики обсудили в региональном Доме правительства под председательством министра труда и социального развития Руслана Шакова. Рассмотрены итоги реализации государственной социальной помощи на основании социального контракта за прошлый год и задачи на текущем. Участники встречи обсудили распределение социальных контрактов по основным мероприятиям, показатели оценки эффективности использования субвенции, установленные соглашениями и другие вопросы. Кроме того, изучили практики заключения социальных контрактов в муниципальных районах республики. В Карачаево-Черкесии в этом году планируется заключить порядка 1492 социальных контрактов для поддержки жителей республики. В частности, будет оказана помощь в поиске работы 343 соцконтрактам, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – это 352 соцконтракта и развитие и введение личного подсобного хозяйства – 373 соцконтракта. В республиканской столице прошло официальное открытие филиала управления специальной связи, который по праву носит статус одного из самых безопасных способов доставки секретных и совершенно секретных документов высших органов власти, а также драгоценных металлов и изделий. Помимо этого, управление занимается доставкой грузов, оборонно-промышленного назначения, лекарственных препаратов, а также предметов искусства и химических реагентов на территории России и стран СНГ. Конечно же, управление непрерывно совершенствует свою работу от обновления парка спецтехники до защиты от хакерских атак. Информацию комментирует начальник регионального управления специальной связи по южному региону Петр Озерчук. Есть подразделения отдельно сервере в центральном аппарате, где находится вся система закрыта. Если брать за прошлый год атаки, которые были, то не только на правительственные порталы, не только на иные порталы, но в том числе и на спецсвязь отбили в полном объеме. На сегодня где-то те единичные случаи, которые проходят, никакого вреда для работы не приносят. В прошлом году в банковской сфере Карачаева-Черкесии выявили 13 большевых купюр. Это банкноты номиналом 1000, а 2000 и 5000 рублей. В прошлом году уменьшилось количество поддельных банкнот иностранных государств. По итогам 2022 года на территории республики обнаружили две поддельные купюры по 500 евро, что намного меньше, чем в прозапрошлом году – 37 фальшивок номиналом 50 и 100 долларов США. Жители республики могут проверить подлинность российских денег с помощью мобильного предложения «Банкноты Банка России». Ориентируясь на подсказки, без использования специального оборудования можно узнать, где расположены защитные признаки и как они должны выглядеть. Информация о защитных свойствах денежных знаков также размещена на сайте Банка России. Компания Россети «Северный Кавказ» в этом году направит на обновление оборудования на подстанциях в Карачаево-Черкесии 34 миллиона рублей. За счет этих средств планируется обновить около 200 единиц основного оборудования на подстанциях «Майская», «Ротан», «Тибердаучка», «Кенки», «Чебалык», «Майская», «Береговая», «Октябрьская». Ожидается, что в результате будет повышена надежность электроснабжения 25 социально значимых объектов и более 30 тысяч жителей Прикубанского, Зеленчукского, Карачаевского и Малокарачаевского муниципальных образований. На какие меры поддержки могут претендовать предприниматели Карачаево-Черкесии? Какая помощь оказывается самозанятым гражданам региона? Более подробно о планах на этот год сообщил начальник Центра поддержки предпринимательства Беслан Карданов. В этом году мы планируем увеличить количество софинансирования для помощи нашим предпринимателям выхода на электронные маркетплейсы. То есть, если в этом году это было несколько человек всего, в следующем году мы планируем уже несколько десятков. Все, что связано с тем, чтобы именно выйти туда, это личный кабинет, это фотографии, это сертификация. Все, что связано с тем, чтобы выйти именно на маркетплейсы и торговать уже для более большого количества. Мы и проводим обучение по маркетплейсам, по работе, по работе в личном кабинете на маркетплейсах. Мы также планируем увеличить количество обучения предпринимателей, которые будут планировать получить грант. То есть, мы в прошлом году проводили одно такое обучение, школу и азбуку. В этом году планируется провести два обучения. И в продолжении темы жители Карачаево-Черкесии могут получить статус социального предпринимателя и грант на реализацию своего проекта. Что для этого необходимо и куда стоит обращаться, расскажет начальник Центра инноваций социальной сферы Джамиля Красова. Уважаемые предприниматели Карачаево-Черкесской республики, хочу напомнить вам, что до 1 мая Центр инноваций социальной сферы принимает документы на признание предприятия социальным. Для этого нужно вам обратиться в Центр мой бизнес по улице Ленина, 53, Центр инноваций социальной сферы. Если ваша деятельность связана с трудоустройством социально уязвимых слоев населения, или же ваша деятельность направлена на решение проблем общества, вы, в принципе, можете считаться социальными, но для этого вам нужно пройти вот эту процедуру. С 1 марта проходит основной этап проведения всероссийских проверочных работ. Для учащихся старших классов предусмотрен период проведения ВПР с 1 по 17 марта. Учащиеся начального и общего уровня образования включатся в написание ВПР с 20 марта. Период проведения для них продлится по 25 апреля текущего года. Для учащихся 4-8 классов обязательный предмет – это математика и русский язык. Обязательным предметом для четвероклассников также станет окружающий мир, для пятиклассников – биология и история, семиклассников – иностранный язык. Кроме того, для учащихся 6 классов пройдут ВПР по истории, биологии, географии и обществознанию, для седьмых классов – по истории, биологии, географии, обществознанию и физике, для восьмых классов – по истории, биологии, географии, обществознанию, физике и химии на основе случайного выбора. В гимназии номер 17 Черкеска для учеников, не получивших вакцины от полиомелита, созданы дежурные классы с очно-заочным обучением. Здесь будни ничем не отличаются от обычных классов. У ребят отдельная рекреация, школьные кабинеты и санузлы. Питание в столовой дети тоже получают по всем правилам. В таком режиме дети отучатся до конца учебного года, а те, кто намерен привиться в ближайшее время, смогут привестись в соседний корпус сразу после вакцинации. Высокогорный молодежный форум «Махар», который проводится в Карачаево-Черкесии, получил статус Всероссийского форума. Республика выиграла в конкурсе по отбору площадок для организации и проведения федерального конкурса молодежных проектов, а также для получения статуса федеральных и окружных форумов. Об этом рассказал проректор Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева Расул Динаев. В прошлом году как окружная площадка грантовая он состоялся. В этом году тоже при усилии Министерства по делам молодежи, при поддержке главы нашей республики, он приобрел всероссийский статус. Это значит, что грантовый фонд будет выше в этом году, география расширяется, вероятнее всего будет несколько смен. И он, получается, по сути, стал на один уровень с таким форумом, как Машук, всем известным и всеми любимым. В целом, традиции форума сохранятся. Он пройдет под лозунгом «высокие горы, высокая нравственность». И для меня, как для одного из первых участников этого форума, это была, наверное, такая мечта – вывести Махар на тот же уровень, что и Машук, а то и выше, чтобы ребята со всей России смогли увидеть эти горы, звезды, озера, вдохнуть этот горный воздух и влюбиться точно так же, как и мы, в нашу Карачаево-Черкесию. Зарегистрировать статус индивидуального предпринимателя или юридического лица можно без посещения налогового органа и уплаты госпошлины в многофункциональном центре. Информацию комментирует начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков номер один Управления Федеральной налоговой службы России по Карачаево-Черкесии Эмилия Тимирезова. Подавая документы на государственную регистрацию через многофункциональные центры, вы экономите от 160 до 4000 рублей в зависимости от вида регистрации. Госпошлина не требуется, когда документы направляются в электронном виде, на регистрацию юридических лиц, изменения вносимых в учрительные документы юридических лиц, также на регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, регистрацию прекращения физическими лицами деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, кроме регистрации ликвидации юридических лиц, а именно политических партий, их региональных отделений, общероссийских общественных организаций, инвалидов и их структурных подразделений. Результат государственной регистрации заявитель получает удобным для него способом лично в отделении многофункционального центра, а также на адрес электронной почты. Напомним, что есть и другие способы регистрации бизнеса без посещения налогового органа. Например, при наличии у заявителя усиленной квалифицированной электронной подписи можно направить документы в электронном формате в налоговый орган через сервис государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на сайте Федеральной налоговой службы налог.gov.ru. В этом случае государственная пошлина также не оплачивается. Свыше 150 километров федеральных дорог в трех регионах Северного Кавказа, в том числе и Карачаево-Черкесии, защитят слоями износа. Об этом рассказала пресс-секретарь управления Федеральных автомобильных дорог Кавказ Милана Тхамокова. В 2023 году восстановит ровность и сцепные качества дорожного покрытия на 116 километрах, а в 2024 – на 37. На автодороге А-155, ведущей к курорту Домбай в Карачаево-Черкесии, до конца 2024 года защитные слои устроят на 20-километровом маршрутном отрезке Кумыш-Ченгирик. Из них 10 километров введут в этом году. За последние несколько дней спасатели Домбайской спасательной станции оказали помощь 84 туристам на склонах горы Муса-Ачтара. Подозрение на перелома – 28 человек. Региональное управление МЧС напоминает, что перед катанием на лыжах или сноуборде необходимо выяснить информацию о погоде, осмотреть склоны, чтобы запомнить расположение камней и кустов. При катании на тюбингах также нужно проверить давление воздуха в них. Карачаево-Черкесский филиал «Русгидр» проводит новый экологический проект, посвященный развитию системы раздельного сбора отходов и формированию у школьников культуры обращения с ним. Проект предусматривает установку на территории школ специализированных мусорных контейнеров, проведение серии открытых уроков, а также организацию вывоза и досортировки фракций с последующей сдачей полезных отходов в пункты приемки вторичного сырья. Мусорные контейнеры были закуплены в рамках благотворительной акции «Оберегай» и переданы трем школам региона. В средней общеобразовательной школе поселка Врово-Кубанский уже прошли первые открытые уроки. Увидела свет новая книга известного общественного, политического и государственного деятеля публициста и поэта первого в истории Карачая, ученого электротехника Исмаила Алиева. Титанический трот, историко-географический очерк под названием «Хурзук» вышел в Москве в издательстве «Делибри». В книге Исмаила Абергимовича впервые за древнюю историю аула столь детально проводятся описания его ландшафтов, достопримечательности, древней и драматичной, порой и трагичной истории в контексте истории всего карачаевского народа. В книге имена и жизнеописания знаменитых жителей Хурзука. Комментирует информацию публицист и поэт Исмаил Алиев. В Хурзуке я встретил свою судьбу 50 лет назад. И вот практически 40 лет назад каждое лето, а у нас отпуск был замечательный, два месяца, мы проводились в семье в Хурзуке. Поэтому это моя любовь. Потом к Хурзуку привязались мои дети. Потом Хурзук полюбили мои внуки. Вот такая вот у нас любовь из поколения в поколение к Хурзуку. У нас везде потрясающе красивые горы. Но Хурзук, это его специфика в чем заключается? Вот с моей точки зрения Хурзук это идеальный туристический центр. Идеальный. Это не Архыз идеальный. А Хурзук и не Донбай. А я объяснил. Хурзук располагается, вот я широко использовал книги, спутниковые снимки. И вот если посмотришь сверху на Хурзук, то Хурзук находится в центре, откуда ответвляются во все стороны, с севера начиная и на юг и так дальше, ответвляются прекраснейшие ущелья, неповторимые каждый по своей красоте. Спортсмены Карачаева Черкесии, Заират Хагалегова и Джамиля Евгомукова завоевали первое и второе места, соответственно, на всероссийских соревнованиях по дзюдо «Общество Динамо» до 23 лет в Нальчике. Финалисты состязания получат право выступить на первенстве России до 23 лет, который пройдет в Екатеринбурге с 15 по 20 марта этого года. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова